Сейчас закончилась съемка, снимали для журнала ОК, снимали НГ, вообще просто чумовая женщина. Сегодня мы снимали такую классную и необычную девушку, и для этого был позван тоже классный и необычный фотограф. Да, это Женя Дежакин, снимает не банально, не похоже на других, у него, кстати, свой почерк, и для талантливых и классных девушек мы всегда знаем его. Довольно простая съемка, у нас была классная команда, сняли мы все за полтора часа, на выходе будет 4 кадра. Итак, этот человек, он смеется надо мной постоянно. В прошлый раз мы для Сиель сняла типа тоже фэшн-штучка, мы пошли снимать и высоряли. Полтора часа под лампочки. Я два дня ходила с красными глазами, как будто я 5 недель не спала. У меня было замечательный патинги от Диор с сетками, и потом у меня было типа как сетка на ноге, 2 месяца. А когда люди мне спрашивают, что случилось с моим ногами, всем сказали, что я русалочка. Все благодаря этому человеку. Мне очень страшно, что сегодня у нас будет. У нас какая задача? Снять янгэ вверх ногами, но была главная проблема здесь в том, что янгэ маленькая-маленькая. А задача снять так, чтобы пропорции были сильно искажены. Для этого, собственно, все ракурсы были преимущественно со стороны ног. И потом, после этого, что будет делать? Кадр будет в итоге, в финале, выглядеть следующим образом. Он пойдет на полосу с журналом, то есть на одну сторону при печати. И выглядит это будет вот так вот. То есть будет ощущение, что она наоборот стоит на руках, да, а ногами опирается в стенку. Тут, на самом деле, везде просто, если посмотреть на теле, да, такая очень светлая картинка. То есть здесь очень много заполняющих свет. Здесь три источника и свет, собственно, жесткий. Здесь два источника, направленные в потолок. Просто они заполняют картинку, а рисунок делается одним источником. На нем стоит насадка горшок. Поэтому картинка довольно жесткая. Видите, такие жесткие очень тени. После этого у нас пошел сидячий лук. Здесь задача, главная от редактора, была делать так, чтобы Янг была довольно вытянута. Здесь в любом случае будет доработка в фотошопе. Как Янг говорит, я там достаточно толстая. Вот это все будет немножко подтягиваться, вытягиваться. То есть здесь мы снимали снизу в основном, просто чтобы удлинить ноги. И даже в этом случае все равно будет это немножко правиться. Потом у нас будет такой крупный портрет. Снимали на фольге. Я продюсер-журнал «Кейн», меня зовут Даша. Идея съемки была снять на фоне из фольги, на который я потратила свое количество времени. Его мы не использовали. Так тоже бывает. Скорее всего, здесь все равно будет история какая-то вот такая вот. То есть очень такая, прям крупная. Но это тоже зависит уже от того, как фоторедактор на это посмотрит. И как это будет хорошо смотреться или нехорошо в верстке. Но с портретом все, в принципе, понятно. Здесь работа стилиста, а от меня здесь только поймать эмоцию, ракурс. Дело не очень сложное. Вот куча вариантов портрета, просто из которых ты сидишь и по миллиметру выбираешь, какой из них лучше. Прям, слушай, а давай прямо от него прямо на какое-то лицо. Я вот так хочу. Давай, давай. Давай сейчас на меня больше. Далее у нас пошел ростовой кадр. Собственно, героиня Янге на циклораме. И здесь главное, наверное, что в этом кадре, это, собственно, работа с моделью непосредственно. Янге, это, наверное, вообще идеальный вариант. Ей что-то сказал, дал вектор, а дальше она сама все делает и только кадр ловишь. Это бывает далеко не всегда. Но вот Синге в этом плане это прям вообще кайф. Вот, кстати, видите, например, черные кадры идут. Это говорит о том, что у нас был свет хороший, но старые модели, то есть это здесь профотовский свет, первых вообще там, D1 первой модели. Он просто не успевает перезаряжаться, из-за этого идут такие вот черные кадры. Но в конце у нас вот пошел, то есть, незапланированный такой такой дикий экшен. Скорее всего, по ощущениям, редактор выберет какие-то простые кадры, потому что они в историю хорошо ложатся. Но я буду проталкивать, ну вот что ты такое. Потому что, если это доработать, оно будет смотреться прям клево. То есть удлинить ноги, немного уменьшить пропорции сверху и будет смотреться очень достойно. Очень нравится большие мужчины. Чем меньше девочка, чем любят, а чем большие мужики. Завтра мне нужно уже отправить это все на отбор фоторедактору. Работа с фоторедактором строится следующим образом. То есть я прихожу, делаю предварительный отбор. Я не люблю все 100 миллионов тысяч картинок. Мне кажется, что творец должен тоже сам выбрать. На большую историю, если фотограф пришлет, предположим, 30 картинок отобранных хорошо, то это прекрасно. Я считаю, каждый должен планировать свою работу до конца. Из них уже фоторедактор отбирать, на свой взгляд, одну-две. Если сомневается, то я уже делаю финальный вариант. Плюс я всегда какие-то кадры, которые мне очень нравятся, я обрабатываю изначально. Я уже сегодня что-то обработаю, завтра пришлю. И, может быть, мои варианты утвердят. Но это не точно. Когда, конечно, утверждает вариант фотографа, это круто, потому что ты полностью уверен в том, что получится. Бывают кадры не утверждают, выбирает фоторедактор. Даже если они тебе не очень нравятся, они все равно пойдут в печать. Они будут выбраны из фотографий, которые ты прислал. На выходе у нас получается 4 картинки. Все полосные, то есть на одну полосу. Сдать завтра. Нет такого, что ты снял, вальяжный пришел домой, что-то выбрал, через 500 дней прислал готовый материал. Такого ни хрена, ребят, не бывает. Сегодня я, скорее всего, снова не буду спать. Сделаю отбор, отправлю фоторедактору. Фоторедактор завтра пришлет мне выбранные варианты. Я отправлю ретушеру делать предварительную чистку, потом цветокор, сдачу материала. В четверг уже выйдет номер в печать. То есть это такой конвейер, в котором ты принимаешь участие. Здесь, как нигде, очень важна команда. Если бы сегодня не крутая команда в виде стилиста Ани. Знакомьтесь, это Аня. Она стилизовала сегодня съемку. Что тебе поставили, какую задачу и почему были те вещи, которые были? Мне кидают главного героя съемки. Я создаю мудборд. Соответственно, кадры из циклорамы, вот эти все искажения, фиша и так далее. Это была моя идея. Потом добавилась фольга, чуть больше деталей. Потом уже отталкиваясь от характера героя. То есть она очень яркая сама по себе как личность. Конечно, хотелось больше красок, больше даже какого-то хорошего трэша. Принты, блестки, мех. У нас прослеживается везде вот эта меховая история. Или это шуба, или это какие-то интересные тапки. Хорошо, когда кадры складываются в одну историю, потому что все-таки, когда листаешь журнал, это важно. И если посмотреть их рядом, то они все так или иначе с собой сочетаются. То есть стилист за это должен отвечать. Какие у тебя задачи на площадке? Во-первых, я должна организовывать пространство, чтобы вот это угла с одеждой. Я должна помогать раздеться, одеться. У меня с собой всегда есть стартер-пэк в стилистах. То есть это булавки, заколки. Если модель нестандартного роста, например, как Кинге, то всегда надо понимать, как это подколоть. Я всегда должна смотреть кадры, замечать, где там у нее что торчит, бирка вылезла из штанов. И всегда вовремя подойти и подправить. Если бы не мой ассистент Дима, если бы не фоторедактор Наталья, которая чекала и говорила, снято, не снято, еще, либо переодеваемся. То есть очень быстрый процесс. Фоторедактор теоретически обеспечивает фотографии в журнал. Я лично в своем журнале заказываю работу, в первую очередь, стилисту, который сочиняет идею. Под эту идею я думаю, кого бы выбрать фотографом. Потом я прихожу на съемку и смотрю, подходит ли фотография под формат журнала. Как бы догодятся они, в принципе, нам. Потому что сочиняется, фотограф смотрит в одно, а не видит какой-то еще части. А я как бы нейтральный, ну я же не творец. Я только смотрю технически, чтобы пальцы не были спрятаны, допустим, или ноги там поджаты так, что модель выглядит без ног или еще что-то такое. И потом я это приношу в журнал и дизайнерам, в принципе, поглядываю на верстку. Одному фотографу это точно не вывести. Поэтому, если вы хотите снимать какие-то журнальные проекты, даже если это мелкие проекты, как это, всего 4 полосы, то, конечно, первое, чему нужно учиться, это работать в команде. Поэтому, держайте.